Рамзан Ахматович проявил свою личную инициативу и заставил парня извиниться. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, на экране перед вами Станислав Власенко, а в этом видео любопытный случай из российских ММА, почему-то оставшийся незамеченным. 4 октября Власенко на турнире ACA в Грозном раздельным решением судей победил бойца клуба Ахмат Хусейна Халиева, а когда взял слово после поединка, началось это. Чтобы не было никаких вопросов, стой, дай, я подожду, я кайфую от этого, продолжайте. Я к вам обращаюсь, дайте скажу, успокойтесь, что вы орете-то. Рамзан Ахматович, добрый вечер, патриот, добрый вечер. Спасибо вам большое за турнир, братьям Халиевам большое спасибо. Если вопросы есть, реванш в любой день, в любом весе, без проблем. Друзья, давайте будем соблюдать уважение и прислушаемся к главе республики, который награждает аплодисментами Станислава Власенко. Оказалось, было и продолжение. По дороге к раздевалке с трибуны в Станислава полетела бутылка. Закончилось извинением, которое организовал Рамзан Кадыров. Короче, тут будет что послужить. Получается, с Халиевым вышел такой во всех смыслах близкий бой, преимущество, переходил от одного к другому, много было борьбы и все такое. Вот когда объявляли победителя и когда объявляли, что решение раздельное, какие мысли были в голове? Не было такой мысли, что я проиграл, да. Была мысль, что я не сделал достаточно, да, по максимуму для победы, потому что я думал, знаешь, что я бьюсь в Чечне, 100%, значит, у него будут какие-то привилегии. Ему могли, в принципе, бой отдать, да. И, ну, судьи посчитали и посчитали все правильно в мою пользу. В первом раунде казалось, что было такое тревожное состояние, когда было такое легкое состояние Гроги после пропущенного удара. Насколько это было критичное положение или вот только со стороны так казалось? Видишь, повезло, что он попал, все, но не было удара такого, был толчок. Больше как толчок. Поэтому я быстро восстановился и смог продолжить бой. Ну, у меня как, ну, просто я упал, да, на меня это не повлияло, знаешь, так сильно. Помимо давления в самом бою, кажется, что ты пережил не меньше давления после боя. Как реагировал на происходящее вокруг? Как воспринимал? Да, все нормально, в принципе, воспринимал. Это же ожидаемо. Я на его земле бился, на его родине. Ну, ничего страшного. Кричали, кричали. Ты еще сказал, что тебе это нравится из клетки. Это было от души сказано или так, чтобы немножко в противовес что-то было сказано? Если честно, я думал, покричат, да, успокоятся, да, дадут мне сказать слово. Все кричали, кричали, кричали. Я сказал, да, мне это нравится. Но с какой-то стороны, да, мне это заводило, да. Но немного бесило, конечно. Потому что я не мог сказать. Я понимаю, что, знаешь, я не буду уже там сидеть, стоять в клетке, там, 5-10 минут ждать, пока народ успокоится. И я хотел сказать слово. Но мне не давали. Такая, чуть ли не знаю, крылатая такая фраза. Ладно, не шумите. Мерседесов я вас не прошу. Откуда это родилось? Ну, просто не секрет же, да, что бойцам Ахмат делают такие приятные подарки, да. И, не знаю, просто так решил сказать. Да ладно, не шумите, Мерседесов я же не прошу. Что, в плане дайте мне сказать. Просто сказать и уйти, да. Какая моя здесь, ну, какая-то, не знаю, вина, да, что я, что ли, повлиял на суде? Я указал судьям отдать мне победу. Просто судьи решили, я здесь ни при чем. Судьи решили, значит, я выиграл. Значит, я выиграл. Там 5 судей. Все. Раздельное решение. Я не считаю, что я проиграл этот бой. Ни в коем случае. В конце речи, получается, ты вспомнил обо Вайсара Сайтиева. Это чтобы чуть снизить градус в зале? Или вот действительно хотелось сказать? Я парень с Красноярска. Живу в Красноярске уже 6 лет. И не могу отметить, что здесь его, по-моему, нету. В нашем городе долгое время тренировался такой знаменитый борец вольного стиля. Бывасар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион. Да. И я хочу сказать, чтобы он просто знал, что есть такой парень, Стас Ласенко, который приехал с маленького города в Красноярск и который тренируется, двигается. И ничто его не сломает. Всем спасибо. Не, я действительно хотел сказать. Я же раньше занимался вольной борьбой. И честно сказать, вольной борьбе у меня не сильно, знаешь, что. И когда я первый раз боролся на Сайтиевском турнире, да, я увидел Сайтиеву, нифига, трехкратный олимпийский чемпион. И когда, ну, я видел, что он присутствует часто на турнирах, и я думал, в этот раз будет на турнире, но его не было. Ну, и просто хотел донести до него, чтобы он знал, что есть такой парень тоже из Красноярска, да, что он занимался вольной борьбой. Ну, просто что и есть. Какой, ну, добиться его внимания, может, или просто, чтобы он знал. Ну, интересно так стало, знаешь, чтобы, ну, вдруг. Ваши пути с ним в зале когда-нибудь пересекались? Ну, в том плане, может быть, ты его встречал на каких-то турнирах, где он тебе мог что-то подсказать, или, ну, что он уже знал тебя до этого? Меня он не знает. Я же не с самого Красноярска. Я из города Назарова, 200 километров, живу я уже шестой год в Красноярске. Я боролся на его турнире на призы Сайтиева, да, и там я первый раз с ним сфотографировался. Все, можно сказать, больше я с ним не пересекался. А если забить твое имя и фамилию в Ютубе, то одним из первых можно встретить интервью годичной давности Александру Люсикову, и там как раз заголовок «Победил нокаутом в Чечне» и «Тишина». Вот получается, у тебя уже складывается такая некая особенная история боев в Грозном. В Грозном я четыре раза бился. И тьфу-тьфу-тьфу. Все разы я выиграл. И всех. Раз, два. Четырех чеченцев, да. Я проиграл в Москве только Черси Дудаева, но там, знаешь, я выходил на коротком уведомлении, да. И я думаю, я, ну, чуть-чуть совершил ошибку, но это была неоплошность. Вот, знаешь, у некоторых в голове работает такой стереотип, типа это турнир в Грозном, приуроченный ко дню рождению Рамзана Кадырова. Это турнир, где пары могут составлять, там, держа в голове, мол, ну, было бы неплохо, чтобы бойцы клуба «Ахмат» побеждали. Вот, а ты чувствовал, что тебя везут примерно под такую историю? Или это уже такой не очень актуальный стереотип? Да нет, не чувствовал. Я просто удивился, что такой большой коэффициент бутмекерской контори на меня был. Я ехал с целью побеждать. И я не, знаешь, не ехал со страхом, ага, меня там везут, как на пушечное мясо. Нет, я ехал побеждать. Так же, как и с Агуевым, так же, как и в прошлой бои. Вот ты сейчас сказал про коэффициенты. Знаешь, так бывает часто, что друзья какие-то близкие пишут перед боем, что, типа, вот, мы на тебя поставили деньги. Писали ли тебе что-то до боя или после боя с этим связано? Да, ну, мои друзья, в принципе, близкие, которые, да, они, допустим, если ставят на меня, то они не говорят, они понимают. Есть там какие-нибудь индейцы всякие, да, которые пишут, давай не проиграй, я на тебя поставил. Ты дебил вообще. Зачем ты мне такое пишешь? Я сразу, ну, таким, знаешь, не отвечаю. Один, олень, можно сказать. Знаешь, он мне что написал? Давай, двигайся в стойке, не опозорься. Давай в стойке двигайся, все нормально будет. Я на тебя денег поставил. Олень. Ну, такие, с такими, я вообще, диалог, знаешь, не ократкий. Получается, турнир шел параллельно с таким коллапсом мировым, связанным с тем, что Инстаграм отключился, WhatsApp не работал. И из-за того, что вот Инстаграм не работал, и Сей в том числе, ну, не имели возможности как-то освещать происходящее за пределами клетки. Вот расскажи, что происходило как раз после боя, когда ты вышел из октагона, не знаю, может быть, с фанатами, с Хусейном Халиевым, с кем-то из руководства. Был ли у тебя какой-то диалог? Да нет, все нормально было. Какой, с Хусейном в раздевалке пообщались. Я пришел к ему в раздевалку после боя. Он такой на позитиве, пацан, хороший парень. Все, обнялись, фотались, разошлись таким. Он и до боя ко мне подходил на церемонии face-to-face. Мы в раздевалке стояли, он говорит, у меня, говорит, нет такого, чтобы там злость какая-то, подрались, все, встретились, чай попили, обнялись. Я говорю, у меня то же самое, у меня нет к тебе никакого негатива. И все так приятно пообщались, что до боя, что после боя. Знаешь, не осталось там ни у кого осадков никаких. Ну, по крайней мере, у меня. Я просто вот на уровне слуха услышал, что когда ты вышел за пределы клетки, начался какой-то кипиш с болельщиками. Насколько это так? Ну да, был там маленький кипиш. Меня обрызгали водой, кинули там бутылку у меня. Ну, Рамзан Ахмадович быстро устранился. Лично? Постал, да, лично. И поставил тот человек на место. Как это выглядело? Ну, то есть вот у тебя, например, летит бутылка. Ты, я так понимаю, порываешься сразу в то место, откуда брошено было? Или вот какие твои действия выглядели? Да нет, после боя меня ведут в мигпункт на осмотр, да. Ну, все, кипиш, суета. Я там по пыхах иду, и он просто подбегает, вдали меня водой обливает, я на него поворачиваюсь. Что-то ему говорю, он мне что-то говорит. И он так, фу, уводит. И там говорят, что-то толпа, кипиш. И как бы, в принципе, Рамзан Ахмадович проявил свою личную инициативу и заставил парня извиниться. Он извинился, вышел в клетку. И на этом все. Получается, ты родился и вырос, опять же, как сказал, в городе Назарова, с населением в 50 тысяч человек. И правильно я понимаю, что именно там ты в юношестве обнаружил секцию борьбы? Восемь лет меня мама отдала на борьбу под руководством Руденко Павла Александровича. И с тех пор я занимался вольной борьбой. Да, я там бросал, приходил. Ну, так, знаешь, получалось. В принципе, боролся, тренировался. Потом поступил в другой город учиться. Ну, все, нарезал на тренировки. И как-то выступил по смешанным ненаборствам и перешел смешанным ненаборствам. Потому что у меня, ну, в борьбе, знаешь, таких каковых результатов не было. А как ты переключился на рэкбол? Не совсем типичный вид спорта. Рэкбол, да, объясню, что такое рэкбол, да, просто некоторые не знают. Это связь борьбы и баскетбола, да. Но там есть свои правила. В эту игру играли раньше, ну, и сейчас играют борцы на разминке. В рэкбол я просто после школы, у нас была физкультура, и мы были в спортзале, и после нас пришли рэкболисты, да, здоровые дядьки, здоровые мужики. И я просто случайно остался на эту тренировку. И мне так понравилось, что там так жестко, что там такие мужики здоровые, да, и что они так рубятся. И я начал играть в этот вид спорта. И у меня стало получаться, получаться, и стал чемпионом России, в принципе. Ну, так. Сейчас, конечно, редко в рэкбол играю, потому что, знаешь, у меня и подготовки, не дай бог, какая-то травма, да. Там же и сносят, и толкают, и колено можно тренировать, или на стоп подвернуть. И я стараюсь, ну, редко в рэкбол играть, потому что на данном этапе моя жизнь – это смешанное наборство. У тебя, получается, остался один бой по контракту с Лигой ИСЕ, если я ничего не путаю? Нет, у меня не осталось бы. А все, это был последний бой? Да. Как ты сейчас видишь дальнейшее развитие карьеры? Я жду новых предложений, интересных предложений. Как ты думаешь, я заинтересовал Лигу ИСЕ своим боем крайним? Я думаю, да. Мне кажется, да, как раз благодаря, в том числе, последнему бою твоя цена, по идее, должна вырасти, как бойца. Я так понимаю, ты будешь это использовать в переговорах, ну, твой менеджер. Конечно, конечно. Пора зарабатывать, большие бабки. Пора, ну, уже, в принципе, 12 боев я провел, там, да, в ACB, в ACA, и пора уже зарабатывать. Мне охота зарабатывать, мне охота приехать и что-то купить, знаешь, машину, там, какое-то имущество, да, там, что-то, а не раздавать деньги, которые я занимал, чтобы подготовлено, ну, вкинуть в подготовку. Есть ли что-то, что тебя привлекает в ММА еще, ну, я имею в виду, если брать лиги, российские, может быть, зарубежные? Ну, конечно, зарубежные лиги. Это UFC, PFL, неплохая лига, также и азиатский promotion, UFC, да, вот эти. БеллатР, ну, БеллатР, я, знаешь, не говорю желанием. Я думаю, что ACA не хуже БеллатРа. Я, конечно, не знаю, какие там суммы, но смотря на UFC, понимаешь, да, какие там ценники, какие там гонорары. Тем более, там, допустим, какая-нибудь группа выкладывает все время гонорары бойцов. И ты смотришь, ого, было бы неплохо. Получается, сколько эти парни. По идее, базовый контракт в UFC, когда человек только туда приходит, он там, ну, как правило, 10 плюс 10 тысяч долларов или 12 плюс 12. Если брать твои гонорары в ACA, они сравнительно ниже или это вот что-то примерно близко? Ниже, да, ниже, ниже. Вот ты, наверное, уже с менеджером, ну, может быть, просто прикидывал, где бы ты мог оказаться. Какие есть варианты на вскидку? Вот как ты думаешь по таким, знаешь, прогнозам каким-нибудь примерным? Честно, вообще речи никакой не было еще. Вообще ничего. И я даже думать не хотел, знаешь, ага, у меня крайний бой по контракту, куда потом я пойду, да, что может, что-то подсуетиться. У меня были мысли, надо пройти Халиева, и тогда все само пойдет. Если что-то где-то предложат, да, какое-то, что-то интересное, то почему бы и нет? Ну, обязательств у меня нет, ни перед кем, да, я вправе выбирать, я вправе делать так, чтобы мне было комфортно, да, чтобы мне было удобно. И я считаю это правильно. Вот если, знаешь, визуализировать какую-то цель, там, допустим, вот брать через год, где бы ты хотел оказаться, вот где ты себя видишь в ММА? И, знаешь, ну, конечно, хотелось бы оказаться в UFC, но в данный момент почему-то я вижу себя в ICA. Вот так, ну, что-то мне подсказывает, что я еще там задержусь. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok